Приветствую вас на Побросе новин. Я Анастасия Кадри и Миги. Сегодня Задмитро Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Да, приветствую вас. Давайте начнем вот с какой информации. Задканалы сегодня распространяют видео с российским военнослужащим, который показывает кол с насаженной на него головой, утверждая, что она принадлежит солдату ВСУ. В ролике звучат угрозы, что, мол, так будет каждую нашу встречу, что, мол, не приходите и не воюйте с Российской Федерацией. Не знаю, насколько это видео может быть правдивым, но известно, что уже уполномоченная Верховная Рада по правым человекам, Дмитрий Лубинец, он обратился в ООН и Красный Крест. Как думаете, Дмитрий, реакция вообще сегодня таких вот организаций на то, что происходит в России, в Украине, не кажется ли, что или они привыкли, или для них это нормально? Это не первое видео, не первый такой прецедент, когда показывают голову якобы военнослужащего. Вполне можно верить, что Российская Федерация, именно воины этой страны на это готовы, могут пойти, но все же. Есть смысл к таким организациям сегодня обращаться? Мы говорим сейчас про международные организации, которые должны осудить, мы говорим про кинституру ООН, которые должны принять какие-то меры. В любом случае, такие организации должны в любом случае на такие прецеденты реагировать, потому что это, несмотря на то, что все привыкли за 25 лет ко всяким ужасам, но не обращать внимания на это – это просто преступник. Поэтому, конечно, на это нужно обращать внимание, обязательно нужно запоминать все фамилии, все эти записи нужно хранить, потому что в конце концов, рано или поздно, процесс над военными преступниками состоится. Даже если он состоится через 20-30 лет, он все равно состоится. Поэтому такие организации должны в любом случае ввести архивы, потому что это доказательство совершения разных военных преступлений. Да, они сегодня не очень эффективны, да, сегодня у нас в ООН, комитет по правам человека возглавляет, комиссия возглавляет, представитель Ирана, вот, это все понятно. Но в конечном итоге это все, я надеюсь, пригодится для каких-то будущих международных судов. В тем временем мы наблюдаем за тем, что происходит в Курской области. Если брать реакцию людей и местное население, конечно же, ничего подобного там нет. Украинские войска, у них нет такой цели оккупировать эти территории, об этом также говорил Михаил Баталяк с Офиса президента. Но если брать ко вниманию то, что происходит сегодня еще и в Кремле. Накануне Путин провел совещание Советом Безопасности АРФ, на котором обсуждали новые технические решения, которые используются во время так называемой СВО. И вот журналисты заметили, что на видео есть Медведев, Шойгу, Мишустин, Белоусов, присутствует в ролике, сказал Путин, но от Герасимова нет. Сегодня важно обращать внимание на то, кто сидит вместе с Путиным, кто участвует в таких совещаниях, может ли это уже сегодня о чем-то нам говорить? В принципе, за этим, наверное, полезно наблюдать, так же, как и полезно в свое время было наблюдать за порядком построения на Мавзолее в советские времена. Потому что близость к телу, она означает, кто на какие вопросы влияет. Просто в демократическом государстве, да, работают институты. В демократическом государстве понятно, что есть парламент, да, есть там судебная система, есть президент или премьер-министр. Вот, и ты понимаешь просто, кто является там, ну, decision-maker, да, человеком, принимающим решения. В диктатурах непонятно. Иногда бывает такое, что какая-нибудь маленькая должность у человека, она вовсе не говорит о том, что у него нет никаких полномочий, никакого влияния, потому что это влияние, как правило, в таких странах, как Россия, ну, в любых авторитарных странах, тоталитарных странах, она определяется отношениями, которые сложились с диктатором. Вот, и, например, тот же Дюмин, он всего лишь советник, он там не премьер-министр, он не является каким-нибудь там главным помощником, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что он пользуется особым довериемом президента. Когда ты понимаешь все эти расклады, баланс сил, да, тебе, наверное, как аналитику проще прогнозировать те или иные решения. Вот, поэтому за этим, конечно, стоит понаблюдать, потому что мы видим, что, например, к Шойгу доверие утрачено, да, к новому министру обороны пока нет, что с Герасимовым, видимо, в какой-то момент Путину придется расстаться, потому что сейчас идет серьезная, так сказать, атака на Герасимова, и на него, видимо, хотят списать все неудачи в Курской области. Вот, но глобально на войне, собственно, никак не отразится. Почему? Потому что смена одного министра на другого, одного там начальника генштаба на другого, она, в принципе, ну, не очень сильно будет оказывать влияние на фронт. Почему? Потому что, кто бы ни пришел, работает определенная сложившаяся система, коррумпированная система, где, так сказать, главным критерием является не профессионализм, а лояльность, вот, и в этой системе будет продолжаться воровство, будет процветать неэффективность, вне зависимости от того, кто будет играть. Просто воровать деньги будут либо прямо, тупо, нагло, да, либо через какие-то хитрые схемы, вот и все, вся разница. Ну, а тем временем также пишет издание «Верстка», что генералам готовят уголовные дела за провал обороны Курской области. Что, мол, вот та череда увольнений, которая началась еще с увольнения Шойгу, она будет продолжаться, но такая уже будет новая серия. Ну, а причина, конечно же, то, что провалили оборону Курской области, где уже больше недели, полторы недели есть какие-то войска. Дмитрий, вот как думаете, сегодня важно наблюдать за тем, кого увольняют, за очисткой генералов? Может ли Путин, скажем так, безболезненно кого-то убрать из генералов? Не может ли это за собой потянуть, опять же, бунт, какие-то протесты? Ну, здесь можно, конечно, фантазировать по-разному, но как-то не очень так мы помним, чтобы часто Путин убирал генералов. Тем более, если говорить про какие-то публичные такие вот, не знаю, наказания, или там, может, мы об этом, конечно, не узнаем. Но все же, что это все значит? Наблюдать вообще всегда полезно. Значит, на мой взгляд, генералитет, который вокруг Герасимова, ну, это, наверное, такая прослойка, которой сейчас не позавидно. Потому что, ну, явно, что силовики выигрывают эту конкуренцию. Явно, что генштаб могут назначить крайним. Вот, я не думаю, что будут самого Герасимова куда-то сажать, да, но людей с ним связанных однозначно накажут. Вот, увидите, что какие-то увольнения, какие посадки мы увидим в том числе и в генеральном штабе. Ну, или вокруг, скажем так, команды Герасимова. Я это прогнозирую, потому что, ну, вообще, вся история с Курском Путина сильно унижает. В глазах не только даже своих элит собственных, но и в глазах всего мира. Потому что весь мир увидел, как, там, уже какая, вторая неделя идет, по-моему, 10-й день, если не изменяет память, да, по-моему, 6-й, 7-й день. 11-й день, да, 11 дней, скоро 2 недели будет, как, война формально происходит на международных признанных территориях. Кто-то 100% должен ответить, вот, и если мы возьмем в целом, проанализируем историю заката любых диктатур, и мы увидим, что сначала власть придумывает разные механизмы репрессивные против врагов, да, а потом, когда враги заканчиваются, да, план-то есть, то этот механизм начинает работать уже против своих. И обратите внимание, что вчера впервые в список иностранных агентов, да, это вот ярлык, который раздавали только оппонентам режима, только оппозиционным журналистам, политикам и так далее. И вдруг иностранные агенты записали абсолютно лояльных к Кремлю журналистов и абсолютно лояльных к Кремлю медиа, это канал Мизыгарь, в общем, канал был связан всегда с администрацией президента, с Кириенко лично, вот, и вот этот бриф, да, в котором разные люди работают, там есть, в принципе, неплохие журналисты, да, но которые, видимо, согласились в каком-то формате обслуживать какую-то группировку, да, вокруг Путина. И вдруг они оказались иностранными агентами. О чем это нам говорит? Говорит о том, что, ну, во-первых, закончились иностранные агенты, видимо, они уже всем, кому могли раздать, а план-то у них остался, да, и они обязаны, они обязаны этот механизм репрессивно использовать. В противном случае, тогда они не нужны будут, силовики. Это значит, что в какой-то момент система начнет копать под себя, да, и вот мне кажется, что сегодняшняя паника среди генералов, она есть. Паника не по поводу даже событий в Курске области. Я думаю, что многим генералам наплевать было, и никто не хотел воевать. Они были все свадебные, и они занимались тем, что они воевали за ресурсы, за деньги, за дачи, там, за возможность обогатиться. А здесь, как бы, настоящая война идет, да, где они несут персональную ответственность. Так вот, у них паника, что их накажут, что их посадят, да, и что за них вообще даже никто не вступится. И в какой-то момент, когда количество репрессированных своих, да, перейдет в качество, тогда могут начаться уже внутриэлитные всякие склоки, трения. Сейчас пока мы далеки от этого момента, вот. Ну, мне кажется, что режим, как и многие другие, в общем-то, идет по колее уже. Да, по колее всех диктатур, которые рано или поздно сталкиваются вот с таким явлением. И репрессия против своих. Еще одни проблемы, которые существуют в России, стало известно от издания «Блумерк», что ряд субъектов РФ не могут дойти деньги на выполнение поручения Путина, который потребовал, чтобы разовые бонусы увеличились до 400 тысяч рублей. Ну, а все за то, чтобы люди шли на войну. Вот если говорить про таких проблем, как думаете, они могут из таких вот точечных перерасти в массовые? Или все же это пока какой-то регион, да, там, несколько регионов, как пишет издание «Блумерк», и Путин, если об этой проблеме узнает, мгновенно сможет ее решить? Я не думаю, что могут быть проблемы с выплатами таких небольших денег, тем более, что на военные расходы идет 120 миллиардов в год. Я это связываю, скорее всего, с какими-то отдельными историями, где деньги были выделены, но они просто не дошли до тех людей, которым нужно было заплатить. Потому что система коррумпированная, да, воруются деньги на каждом этапе. И они 100% выделены были. Я думаю, что приедет проверка, кого-нибудь накажут. Вот, и за этим, в общем-то, серьезный контроль. Если у губернатора нет денег на выплаты 400 этих тысяч рублей, это значит, будет как в анекдоте, да, про папу и ребенка, которые говорят, папа, водка подорожала в новостях, передали. Ты будешь меньше пить? Говорят, нет, ты будешь меньше кушать, сынок. Вот, поэтому, скорее всего, сократят на образование, на каких-нибудь там дорогах к строительству, на чем-то еще, и деньги на войну найдут, потому что это важно Путина, и это главный критерий сегодня. Так что я не думаю, что у нас сейчас, у Путина, сейчас может быть проблема именно с деньгами. Вообще, с деньгами все пока у него, к сожалению, хорошо, и если и ожидать откуда-то проблемы, то это не будет проблемой связанной с деньгами, потому что нефть продается, цены высокие, вот, и на такие выплаты Путина деньги еще будут, будет еще там не один год. Ну, а тем временем Россия обвиняет Украину якобы какой-то провокацией на Курское С, Запорожское С, ну, и в МИДе Украине пришлось это все опровергать, мол, это, конечно же, информационная атака и ПСО, ну, и это все неправда. Вместе с тем мы видим, что делает Россия, это, например, Сумы, центр города, когда с утра 17 августа прилетела, прилетела, причем не по военной цели, не в каких-то важных объектах, а просто вот по машинам. Потратили ракету на автомобили украинцев, которые горят, к счастью, никто не пострадал. Дмитрий, чего ожидать, вот, когда говорят в России про провокации, ожидать ровно наоборот или как? Слушайте, от Путина ожидать можно все, что угодно. Путин человек, который бесконечно врет, причем, как бы, он является таким патологическим просто лугуном. Мне кажется, к этому привыкнули, есть определенная репутация. Вот, в любом случае, если что-то начнется, всегда надо обвинять своего противника. Этим занимается российская пропаганда, этим занимается Путин, все генералы. Вот, это не факт, что они к чему-то готовятся, да, но на всякий случай, да, они должны запустить определенные потоки информации или дезинформации, да, для того, чтобы потом это использовать и во внутренней пропаганде, или если они, например, готовят какую-то провокацию, чтобы эту провокацию заранее, ну, скажем так, осветить в том ключе, в котором выгодно самому Путину. Но работать это будет исключительно для внутреннего потребителя, потому что за пределами России в путинские нарративы уже никто не верит. Ну, и видели мы не раз информацию, что мечтают ударить по центру принятия решений, угрожают, и наверняка они не могут найти такой вот один центр в Украине, странно и тяжело, наверное. А вот если говорить про такие вот центры, как говорят россияне, принятие решения в России, можно ли говорить сегодня, что вот уже так же в России чиновники, депутаты, ну, пытаются прятаться, потому что, ну, происходит страшное, в России границы не защищены, это уже всем известно. Если они говорят про какие-то удары, наверняка они могут думать, что и Украине это в голову придет. Вот можно ли говорить о том, что сегодня уже вот вся эта работа чиновников Кремля, она совсем другая? То есть они не находятся, скажем так, в главных зданиях, которые находятся в Москве, а, скажем так, они уже сегодня так же все думают про свои меры безопасности или нет? Или это касается пока только Путина? Это последнее, это касается что? Только Путина? Или все же уже такого, больше широкого пола? Да. Ну, насколько я знаю, депутаты ходят на охотный ряд, да, а чиновники там ходят в правительство. Я думаю, что это касается самого лично Путина, ну, может быть, каких-то людей вокруг него. Потому что все остальные не являются теми, кто принимает решения. Вот. Но это не значит, что, конечно, они не переживают за свою собственную безопасность, потому что, ну, вот война уже пришла на территорию России, об этом говорили когда-то. Придет ли она в Москву? Да, все возможно. Если Путин не остановится, если война будет продолжена, если Запад будет финансировать Украину, то здесь вообще никто ни от чего не застрахован. А главное, что у всех этих депутатов, политиков, чиновников нет возможности вообще куда-либо уехать. Потому что даже у них служебные паспорта забрали, насколько я знаю, да. И о своей любой международной командировке каждый чиновник, каждый депутат сегодня должен докладывать начальству. Я так понимаю, что их не сильно никуда не отпускать. Нет, ну, то, что элита находится в состоянии повышенного стресса, это вне всякого сомнения. И да, когда-то они адаптировались, наверное, после первых шоков войны. Но сейчас такой гейм-гейм-ченджер, вот этот курский, так сказать, прецедент. Я думаю, что они сейчас тоже находятся в таком тревожном состоянии. Ну и также появилась информация от Ваштонпост, что якобы наступление Украины срывает секретные переговоры по частичному прекращению огня с Россией. Якобы, как пишут издания, воюющие страны должны были провести в Катаре такие косвенные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Дмитрий, вот вы верите, что такие переговоры могли готовиться, но и об этом что, никто не говорил, и то здесь главное, на каких условиях? Это просто вот они должны были договориться, чтобы не били по инфраструктуре, и что дальше? Вот насколько такая информация может быть вообще достоверной? Я думаю, что какие-то переговоры, все равно они не останавливались. Какие-то контакты, они там дипломатически продолжались. Вот, а поскольку это пока не привело к соглашениям, значит, стороны не могут договориться, и, ну, то есть нет никакой компромиссной позиции, на которую бы согласились одни и другие. Но есть факторы, которые вот будут решающими, да, факторами. Это мы узнаем только после выборов в США. Кто придет, кто победит, какая будет линия, вот. Без этого, без американцев, никто никаких решений самостоятельно принимать не будет. И мы видим, что европейцы, конечно, хотят быть в данном случае более самостоятельными, но их мощности не позволяют им принимать решения без американцев. Поэтому сейчас вообще рано говорить, что возможно или невозможно. Потому что, ну, как мы прочитали, да, в этой утечке от помощников Трампа бывших, что если будет ультимативная форма американцев, вот вам план, садитесь за стол переговоров. Если отказывается Украина, значит, мы тогда прекращаем финансирование. Отказывается Путин, мы заваливаем Украину оружием. Да, это как бы аргумент очевидный и для одних, и для других. Ладно, будет ли такая позиция у американцев, мы не знаем. Будет ли продолжена военная помощь, мы не знаем. От этого зависит переговорная позиция каждой страны. Вот. Курский прецедент, я не думаю, что он ставит крест на каких-либо перспективах договориться о чем. Скорее, это просто создает дополнительные преимущества в переговорной позиции Украины. Ну, то есть, если наступает путинский режим, значит, это будет одна конфигурация мирных соглашений. Если здесь захвачена в том числе и часть международно признанных территорий России, это другая переговорная позиция. Поэтому, я думаю, что просто Путин стал слабее, Украина стала сильнее в результате последних 11 дней, которые мы наблюдаем на фронте. Ну, и также в издании добавили два штанпост, пишут, что Россия пока не отменяла переговоры. Они сказали, дайте нам время. Вот как думаете, если говорить про то время, которое вот идет во время всего этого наступления сил обороны в Курской области, над чем больше всего могут думать? Думать, чем торговаться? Думать, что делать? Думать, насколько им важна та или иная территория. То есть, выбирать, может, между территорией Украины оккупированной, ну и между Курской областью. Почему вот они так долго медлят? И вот нету такого одного четкого решения по состоянию на сегодня. Потому что невозможно продать российскому общественному мнению потери своих территорий как победы. Это как минимум ничья, да, как минимум. Потому что оккупировано столько территорий Украины, ну, России, да, сколько и потеряно. Ну, примерно порядок такой. Вот я не говорю, после 22, по 24 февраля 22 года. Я где-то видел цифры там по тысяче с чем-то километрам. Значит, это первый момент. И дальше разлилка у Путина. Либо он пытается освободить Курскую область, не прибегая к мобилизации обязательно, не прибегая к введению военного положения. Это одна история. Вот. Если у нее не получается, то значит, тогда речь идет о военном положении, это закрытие границ. Это мобилизация уже принудительная. Это меняет совершенно отношение к войне внутри России. Одно дело, идут добровольцы за бабки, да, другое дело, государство принуждает тех, кто не хочет никуда идти. Без всяких денег. Ну, вот. И Путин, видимо, очень боится объявить мобилизацию. Путин очень боится даже признать происходящее войной. Да, вот до сих пор там у него СВО, специальная военная операция. А в Курской области у него кто? Да, вот прям все из трех букв у него. Контртеррористическая операция. И даже Совет Безопасности ООН, куда он выносил любой вопрос, он собрал неформальный. А что формальный не собрал? Значит, ему нечего сказать. Значит, он не может признать это нападением на собственную страну и объявить войну официально. Значит, он этого боится. Вот такая развилка у Путина. Это не значит, что он не введет мобилизацию. Я как раз считаю, что риски на то, чтобы он объявит военное положение везде, они возрастают. И возросли за последние 11 дней. Вот. Но ему совершенно невыгодно это объявлять. Потому что это меняет абсолютно правовую атмосферу в стране. Потому что военное положение – это не только закрытие границ и мобилизация. Военное положение – это все для фронта, все ради фронта. Любой бизнес может быть конфискован, любой бизнес может быть использован для работы на интересы войны. Ну и так далее. И много чего там нехорошего. Там всякие чрезвычайные положения, всякие экспроприации. Ну, в общем, все, что угодно. Да, отсутствие каких-либо выборов, митингов – все это заканчивает. И страна тогда начинает жить по закону военного времени. А это будет менять очень быстро общественное мнение внутри России. И сейчас уже очень много. Даже по официальным запросам очень много противников войны. Но если они объявят военное положение, то это ускорит просто рост протестов. Протестов в настроении. Прошу прощения. И когда эта критическая масса перерастет в новые качества, тогда уже для Путина могут быть разные варианты и разные последствия негативные. Еще одна интересная новость. Ну и важно понимать, для чего это все Россия. Потому что, как называет ее подруга Путина, руководитель ультралевой партии BSW Сара Вагенхерт. Она такая известная про российской риторикой. Она выступала, кстати, также против поставок оружия Киеву раньше. Она требует разъяснений относительно нападений на газопроводы северного потока. Мы знаем, что эта тема также очень сегодня волнует России. Наверняка они хотели бы добиться какого-то расследования, который по результатам скажет, что вот, да, это все Украина, давайте что-то делать. Вот как думаете, эта тема, насколько она важна сегодня для России в том значении, чтобы манипулировать, создавать какие-то информационные поводы? И насколько эта тема сегодня вообще громко звучит в Европе? Не знаю, насколько это громко в Европе звучит, но будет делать все возможное для того, чтобы вбить между Украиной и ключевыми европейскими странами. Поэтому, конечно же, если вдруг той же Германии для всех будет очевидно, сейчас просто теоретизируем, да, что Украина к этому причастна, вот, это может повлиять на поставки оружия, на финансирование и прочее-прочее. Вот, если не удастся, то, соответственно, ну, если удастся, то понятно, что, значит, Украина будет получать меньше денег, значит, у Путина будет преимущество на фронте. Поэтому, конечно, эта тема активная, я вижу, разгоняется. Насколько это активно, я сейчас просто не смотрел западные СМИ, но мне кажется, она все равно где-то идет, ничего в их СМИ, я это видел. Вот, то есть, это не пустая трата, так сказать, денег и времени для Путина, здесь надо это понимать. Тема разгоняется, вот, а поскольку западные страны, это демократия, там есть разные политики, разные партии с разными позициями, и, конечно, эту тему будут подхватывать. И Путин просто использует все демократические механизмы, инструменты западных стран для того, чтобы вбивать клин между отношениями этих стран и Украины. Ну, по поводу выбора в Америке, немножко за тем, что происходит в Крузской области, меньше, мне так кажется, начали наблюдать. Но все же интервью Трампа, Илона Маску точно видели все, отдельные тезисы также. Ну, и вот одна из фраз была Трампа, который опять же обвинил Бадина, что он виноват в том, что когда-то он вообще заговорил о том, что Украина может быть в НАТО. И это якобы разозлило Путина, и вот он все же решил воевать в Украине. Но здесь вот такая вот тенденция мне показывается, точно ли в Штатах, если брать всех политиков, включая и Барака Обаму, за которого началась аннексия Крыма и все дальше все эти последствия, понимают ли они точно сегодня отношения России и Украины? Потому что помним, что Барак Обама в 23-м он также говорил, ну, сейчас история другая, а вот в 14-м там же тогда были люди, которые хотели в России, там совсем другая ситуация была. То есть только сегодня мы понимаем, как думали тогда американские политики. Ну и сегодня почему-то они думают, что все, они разозлили Путина, не дай бог разозлили диктатора, человека, который сегодня убивает миллионы людей. И они опять показывают, мне кажется, демонстрируют то, что они его боятся. Как вам кажется, вот отношение к Путину, правда, вот до сих пор и все это время такое было, что его боялись? Я думаю, что мы преувеличиваем значение войны и наших стран для большинства американских граждан. Им было по барабану, что было раньше. Когда началась война, когда стали люди гибнуть, тогда уже общественное мнение возмутилось, и тогда политики стали это просто чаще обсуждать. У меня ощущение, что до всех этих проблем, до анонсии Крыма, как минимум, да, ну там просто в упор не видели, не то что в Украину, Россию там особо не видели. Вот, да, в России всегда пропаганда обращала на новости, как и в Америке, что-то там обсудили, но это была десятая новость. Да, в повестке всегда был Китай, там еще что-то, экономика, внутренние проблемы, Ближний Восток и только потом все остальное. И Китай, Тайвань, там, да, это вот всегда тема номер один международная. Ну, нам казалось, поскольку мы обращали внимание на какие-то цитаты про себя, да, нам казалось, что вот у нас какой-то идет пинг-понг такой дипломатический. Не было никакого пинг-понга. Абсолютно. Вот, значит, Трамп, конечно же, будет использовать любые неудачи администрации Байдена и демократов. Вообще, в принципе, то, что американцы допустили войну, да, то, что американцы, и не только в Украине, и на Ближнем Востоке, конечно же, здесь я как, в общем, человек, который с большим уважением относится там ко многим западным странам, демократиям, ценностям и так далее, ну, я считаю, что там много было совершено ошибок. Причем даже, я это могу и в лицо сказать многим дипломатам американским, с кем у меня прекрасные отношения, они с этим уже согласились, потому что когда была аннексия Крыма, да, когда мы выходили на митинги, когда убили Немцова, западные страны, европейские, продолжали, например, все бизнес-дела с Путиным, да, жали ему руки везде, подписывали с ним контракты. А главное, что еще поставляли технику, там, наручники и всякую фигню для того, чтобы полиция эффективно боролась с гражданским обществом. То есть здесь надо тоже понимать, да, в Украине Запад помог в борьбе с Путиным, но российскому гражданскому обществу никак не помог, а наоборот, нас не слушал, на нас никак не реагировал, да еще технику для разгона митингов там, понимаете, поставлял. И с Путиным все газовые дела подписывал. Ну, по сути, легализуя его право на репрессии внутри страны, как минимум. Так что, да, и с одной стороны, Трампу есть что критиковать, и он все эти провалы будет критиковать. Но с другой стороны, если он считает, что, например, девушка в короткой мини-юбке, там, сама виновата в том, что спровоцировала насильника, мини-юбку надела, и должна нести ответственность. Меня такая позиция совершенно не устраивает, да, и здесь то, что там кто-то что-то сказал, а Путину не понравилось, это не оправдывает военную агрессию, да, военные преступления, которые Путин совершает. И вина, это знаете как, винить надо всегда абьюзер за абьюз, а не жертва. Виноват всегда агрессор. Да. Как бы он там, какую бы красную тряпку там перед этим криминальным быхом не повесил и не размахил. Виноват всегда тот, кто совершает агрессию, кто совершает преступление, вот, как бы не провоцировать. Вот и все. Поэтому в этом смысле какие-то вещи Трамп понятно, почему поднимает, но выводы, которые он делает, мне непонятно. Что ж, будем так же наблюдать за тем, что происходит в США. Благодарю вас, Дмитрий, за важные разговоры и за время, которое вы для нас нашли. Да, хорошо, счастливо. Дякую вам, друзья. Дмитрий Гудков был с нами. Это российский опозиционный политик. Дякую каждому. Из вас понравилось, а также подписка. Ну и, естественно, ждем ваши думки в комментариях под этим видео. Дякую каждому. Бережите себя. Субтитры сделал DimaTorzok